Здравствуйте, меня зовут Олег Хижняк и вы смотрите очередную серию посвященного комиксам веб-шоу Игра, Слов и Рисунка. Добро пожаловать. Следующим пунктом в нашем обсуждении Супермена становится кроссовер Тумстер, в конце которого человек из стали трагически навременно погибает. В состав кроссовера входит по два номера серий Супермен, The Man of Steel и просто Супермен. И по одному выпуску Justice League America, Adventures of Superman и Action Comics. Пока что у меня нет планов на комиксы про последствия смерти Супермена, про четырех новых Суперменов и про его воскрешение. И огромные неповоротливые кроссоверы нужно дозировать. Я не говорю, что меня нельзя попытаться уговорить. Вот мои 9 мыслей о кроссовере Думстер. Читать кроссовер как самостоятельное произведение – большая ошибка. Авторы не стесняются сообщать о событиях в своих собственных сериях. Например, в номере Лиги Справедливости заметное внимание уделяется попыткам синего жука выяснить хоть что-нибудь о своем таинственном соратнике по имени Бладвин. Они к тому же заканчиваются клиффхангером, что меня слегка эмоционально травмировало. Даже больше. Основные события первого номера вообще практически не имеют никакого отношения к Думстерю. Он бродит на другом конце Соединенных Штатов, разрушая все, что попадется под руку, пока Супермен разбирается в Метрополисе с попыткой каких-то морлоков объявить войну жителям поверхности. Из мелочей. Драка Супермена и Думсдэя ненадолго посещает деревянный город из какого-то прошлого сюжета. Лекс Лютер почему-то выглядит как трусливый лев, притворяется собственным сыном и контролирует супергерл, которая на самом деле не совсем супергерл, а протоплазменный клон Ланы Лэнг из другой вселенной. Это хороший повод поговорить про главную проблему долгоживущих супергеройских вселенных – доступность для нового читателя при накопившихся горах прошлых событий. Обычно я считаю, что проблемы на самом деле не существует, и богатое прошлое – огромный плюс для супергеройки. У нас с вами есть возможность при желании увидеть, как персонажи и мир вокруг них менялись с течением времени, реального и вымышленного. С другой стороны, хороший комикс не должен задыхаться под этой всей предысторией. Если прошлые события требуются для понимания сюжета, автор органично сообщит нам необходимый минимум. О подробности любопытный читатель выяснит самостоятельно. В качестве примера можно привести комиксы, обсуждавшиеся на прошлой неделе. В «Мстителях» нет ни единого упоминания предыдущих сюжетов, потому что они не играют никакой роли в нынешнем, а новые «Мстители» ограничиваются всего одной страницей. Но это идеализированная ситуация. Естественно, авторы и редакторы не всегда обладают необходимыми вкусом и чувством мира. Порой ритконы, релаунчи и ребуты запутывают прошлые персонажи, превращая его в аморфную массу. Плюс фанбои. Фанбои повсюду. И я даже не говорю о тех случаях, когда существующий континьюити мешает сюжету. Чем ставит автора перед нелегким выбором? «Думсдай» выглядит неотъемлемой частью событий, разворачивавшихся в комиксах про Супермена и Лигу Справедливости в конце 92-го, начале 93-го годов. Само по себе это нельзя назвать недостатком, но современного читателя может отпугнуть. К счастью, или к сожалению, на самом деле все эти отсылки и обрывки других сюжетов не играют никакой роли в кроссовере. Все эти отсылки и обрывки других сюжетов не играют никакой роли в кроссовере, потому что 6 из 7 номеров практически непрерывная драка с Думсдэем. Сначала с ним дерется Лига, потом к ним подключается Супермен, потом Супермен и Думсдэ дерутся только вдвоем. И дерутся, и дерутся, и дерутся до самого конца. Они дерутся так долго, что авторы начинают повторяться. Например, Кларк дважды упоминает о своем воздушном превосходстве над чудовищем. Не сложно объяснить, почему кроссовер выглядит так. Думсдей создан как чисто физический противник для Супермена. Он не строит грандиозных планов, но он также силен, вынослив и неуязвим, как человек из стали. Их битва должна быть огромной, масштабной, эпической. Это отлично звучит в теории, но в итоге все равно получается длиннющая экшн-сцена с редкими перерывами на пару страниц. Я как будто узрел в видении одной из конечных стадий эволюции Майкла Бэя, только чуть лучше написанной. Но все-таки иногда драка между героем и чудовищем ненадолго прерывается. Кларк либо лежит без сознания, либо отвлекается на спасение оказавшихся в опасности обычных людей, либо и то, и другое получит. Очень показательный момент в конце четвертого и в начале третьего номеров кроссовера. Битва прошла через дом обычной американской семьи и оставила от него пылающие руины. Вся Лига Справедливости побеждена, и только Супермен преследует Думзды. Но внутри разрушенного дома в западне находится женщина с ребенком, и снаружи ее сын зовет Супермена на помощь. Кларк стоит перед выбором. Он не может просто отпустить монстра и позволить ему свободно разрушать и убивать даже несколько минут, но и игнорировать крики о помощи он тоже не может. Поэтому он пытается хотя бы временно остановить Думзда и утопив его в реке. В конце того же четвертого номера в противостояние возвращается единственный способный драться член Лиги, инопланетная принцесса Максима, и как раз ее не заботит косвенный ущерб. Швырнув Думзда в витрину супермаркета, где вполне могли быть люди, на замечание Супермена она отвечает, что во время битвы всегда страдают неновные. Последствия такого подхода? Максима вырывает фонарный стол при этом с разрушенной заправкой. Искра? Бум! Не огромное количество смерти и разрушений демонстрирует ужасность ситуации, а мелочи. Да, Думзда и разрушал мосты и здания, швырялся машинами с людьми внутри, поверил в рекламе рестлинга на слово и сбил Супермена до смерти. Напомнить его мы будем не за это, а за то, что, выбравшись из-под земли, он первым делом встречает чирикающего соловья или желтого воробья и... сжимает его в кулаке за злобным хохотом. Птичку! Жалко! Чуть позже, уже вполне продемонстрировав нам свои возможности, Думзда и натыкается в лесу на мирного оленя, спокойно дает себя обнюхать. И только потом ломает шею животного. Когда сразу же после этого в небе пооказался транспорт Лиги Справедливости, я даже ожидал, что он собьет их трупом оленя, чего не случилось. И... Он убил Оптимуса Прайма! Практически единственный интересный прием кроссовера находится во втором номере. Пока Лига выслеживает Думзды, Супермен посещает шоу Кэт Гранд, где дает интервью и отвечает на вопросы зрителей. Затрагиваются стандартные темы. Отношения внутри команды, ответственность, применение насилия в борьбе со злом, хобби супергероев Гай Гартнер, глупый подростковый вопрос про одну и женщину в команде. Под каждым вопросом в качестве иллюстрации находится более-менее подходящая сцена из событий, происходящих с Лигой. Но с другой стороны, странно наблюдать, как Супермен спокойно разговаривает в студии, пока непобедимое чудовище размазывает его товарищей по асфальту. Ладно, на самом деле далеко не everybody. В пятом номере упоминается, что количество погибших превысило 100 человек, но этого достаточно. В отличие от большинства современных эпических событий, в комиксах из известных нам персонажей гибнут только очень второстепенных злодей, судьба которого нас не волнует, и сам Супермен, смерть которого является целью сюжета. И нельзя сказать, что Дубна и не старался, спросил лица Гая Гартнера. Но даже Синий Жук, у которого своих способностей еще меньше, чем у Бэтмена, каким-то образом отделывался только комой после того, как его голова пробила несколько метрических стен и труп. Признаю, сейчас речь пойдет о моем личном пункте, как человека, пришедшего к комиксам в 21 веке. Речь пойдет об облачках с мыслями. Я их очень не люблю. Ими слишком легко злоупотребить, и нам не нужно знать каждую мысль каждого персонажа, который появляется в кадре. Тереться фокус повествования. Можно поспорить, что в истории, которая в основном состоит из экшн-сцен, облачка с мыслями очень полезный инструмент, потому что герои, комментирующие драку вслух, выглядят гораздо глупее. И это правда. Но не надо же доводить до абсурда. Думс дышь свыряет случайную машину в небо, и водитель, которого поначалу комическим образом вообще не видно, вместо того, чтобы нечленно раздельно кричать и портить кресло под собой, выдают внутренний монолог на десяток реплик о том, что это скорее всего сон, ему нужно поскорее проснуться. Заседание фан-клуба «Лоис Лейн» на инспектор спейстайм.ру объявляется открытым. В этом кроссовере у него в основном небольшая роль – летать на вертолете за Думс Дэм и делать заметки для будущей статьи. Кроме самостоятельного и практически постороннего первого номера. Здесь, во время расследования, она выглядит прямо шпионом ниндзя и демонстрирует хорошие рефлексы и удар ногой с разворота, которым гордился бы сам Чак Норрис. Правда, еще она чуть не ломает эту самую ногу об каменный подбродок и оказывается в плену, из которого ее нужно спасать. Самое главное я оставил напоследок. Итак, прошло 6 номеров, 5 из которых на 90% были дракой. Но Супермен все еще жив. Настойчивый читатель переворачивает драматическую обложку Супермен номер 75. Что ждет его внутри? Эпик! Супермен рычит, что Метрополис – конечная остановка для Думс Дэ. Противники обмениваются ударами, которые выбивают стекла в радиусе нескольких кварталов. Пафос закадровать текста пробирает до глубины души. Солдаты на джетпаках! Кларк в последний раз спасает Лоис, целует ее на прощание и бросается в битву с головой, вкладывая в свои удары каждую каплю своей огромной силы. И вот... Но большинство запомнит этот печальный день, как день, когда благороднейший из всех, кого они знали, наконец-то пал. Для тех, кто любил его. Для той, кто называл его мужем. Для того, кто был его другом. Для тех, кто вырастил его. Это чернейший день из возможных. Они вырастили его героем, знающим цену самопожертвования, знающим цену жизни. Слишком поздно. Ибо это день, когда умер Супермен. Кроссовер Думсдей, по-моему, не стоит читать в отрыве от предшествующих ему комиксов. Потому что самостоятельной ценности в нем немного. Это растянутая на 6 номеров драка, которая заполнена незнакомыми персонажами и обрывками неизвестных сюжетов. Если вам действительно интересна смерть Супермена, то лучше ограничиться финалом. Супермен номер 75 эпичен, драматичен, эмоционален и содержит все, чего можно ожидать от этой истории. Или можно посмотреть полнометражный мультфильм 2007 года Супермен Думсдей. В мультфильме использована упрощенная версия истории о смерти и воскрешении человека из стали. Без Лиги Справедливости и Четырех Ненастоящих Суперменов. Некоторых зрителей мультфильм может заинтересовать актерами. Адам Болуин озвучивает Кларка Кента, Джеймс Марстерс, Лекса Лютера и Рэй Уайз Перри Уайта. Это была игра слов и рисунка. Спасибо всем, кто продолжает смотреть. Критика и предложения, как обычно, приветствуются. До встречи через неделю.